Вы смотрите ЛАВ-78, мы продолжаем. У нас в студии Дмитрий Быковский. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Вы с некоторых пор организовали свою группу и теперь буквально на профессиональной сцене поете. Расскажите, пожалуйста, о своем новом проекте. Дело в том, что я пою давным-давно уже. И вот Виталий Игоненко, аккордеонист, мы с 90-х годов с ним вместе работаем. А недавно к нам подключился еще Александр Смирнов. Это чудный наш автор, который помогает нашу дурь выложить на бумагу, на музыку. Ну, коллектив совсем новый, но вы уже успели и выступить в таком качестве втроем. Да, мы выступали и в Колизее, ездили и в Москве выступали. Нормально, народ воспринимает, ходит хорошо. А вы же раньше, давным-давно, наверное, лет 10 назад были в группе «Пятилетка», а потом выступали сегодня. Вот почему решили снова в качестве группы пристать на сцене? «Пятилетка» у нас, это был мой экспериментальный вариант. То есть я с ней никуда не выходил на эту... Ну, как бы, что рассказать? Да, да. А вот, пожалуйста, про именно о чем ваши песни, про жанр, про направление расскажите. Какие они эти песни и про что? Современно мы объединяем все, больше таковно, с театральной песней. Там и деревенские, и рок-н-ролл, и все, что надо. И армейские песни. Мы, кстати, начали недавно цикл, который называется «Песни наших дедов». Возрождаем песни времен Отечественной войны, Гражданской войны. Ну, и кроме этого, поем веселые какие-то современные вещи. Больше авторских или, ну, вот на концертах стараетесь исполнять? Или вот если в рамках проекта... А все в перемешке. Все в перемешке. Мы не ограничиваемся ничем. Где что нравится, то и делаем. Ну, да. И кроме того, что вы поете на сцене, вы активно еще снимаетесь в кино, в котором также, между прочим, выступаете еще и автором музыки. Речь идет о новом фильме «Будь моим продюсером». Да, автор и композитор Алексей Тополов, его песня. Но вы, соответственно, ее зрителем красиво представляете. У нас даже есть фрагмент, соответственно, этого фильма, хотя он выйдет в кинотеатрах еще чуть позднее, да, не совсем скоро. Тем не менее, в интернете уже есть запись. Расскажите о вашей роли. Это комедийный фильм. Это шикарная комедия, которая выйдет, вот, немножечко, четыре дня доснимем, и все выйдет, да. Четыре гангстера, которые, их приключения, которые снимали потом кино, сами пытались. Надо смотреть. Но здесь мы, на самом деле, видели, что герои бывают в костюмах бананов, сэндвичей. Вам пришлось как-то переодеваться, кардинально менять свою внешность ради съемок этого фильма? Я был мусорщиком. Мусорщик это переодевать. Действительно веселый фильм намечается. Да, отлично. Мы же артисты, нам надо меняться. Чем больше меняется, тем интереснее. Ну, а так обычно, и причем, обычно же у вас роли такие, знаете, ментов, суровых, брутальных мужчин, а здесь комедия. Ну, кто меня знает, да, я больше комедия. Я люблю все роли. Мне не надо под одну гребленку. Я разноплановый. Я создан на радость людям, как Буратино. Ну, а в ближайших творческих планах чего еще ждать? Вот совсем скоро? Либо концертов вашей группы Дмитрий Быковский и Джексон, или фильм очередного, о котором мы еще не знаем? Поделитесь о зрителях, секретик. Ну, самое ближайшее. У нас 26 числа мы выступаем в Крестах. Ну, как бы, поздравить и персонал, и тут это, ну, такие надо. А потом будем для людей... Вы знаете, не могу не спросить, а почему коллектив называется Дмитрий Быковский и Джексон? Вы же Джексон, вы же Дмитрий Быковский. Да, да, потому что я Дмитрий Быковский, но люди меня воспринимают, как Джексона. Куда-нибудь зайдет Джексон? Да я Диман. Не, или ты Джексон? Ну, вот так вот оно сложилось, да, вот она популярность. Зеркало души называется программа. Дмитрий, мы вас очень просим, да, исполнить одну из композиций вместе со своим коллективом. Отправляйтесь, пожалуйста, на сцену к своим товарищам. Вот прямо сейчас буквально отправляйтесь. А могу я поздравить мужчин сегодня с праздником? Конечно. Все мужское население, которое считает себя мужчинами, служил, не служил, неважно, но в любой момент готов подняться, взять оружие в руки. И женщин, этих медсестричек, которые вытаскивали пацанов, это же не только мужской праздник на самом-то деле. Есть женщины, которые мужикам фору дадут. С праздником у всех родных, счастья, добра и мирного неба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова